Чехия Чехия наступала редкими цепями со стороны станции Кряж на железнодорожный мост и мимо Салатопиных заводов на Заречную Слободу. Пересеченная местность, дамба, заросли Талинка задерживали продвижение. Ключом к городу были оба моста, деревянный и железнодорожный. Артиллерия большевиков на площади за элеватором обстреливала подступы. Ее тяжкие удары и вспышки поддерживали мужество в красных частях, неуверенных в опытности комсостава. В конце ночи чехи пошли на хитрость. Близ элеватора в бараках жили остатки польских беженцев с женами и детьми. Чехам это было известно. Когда их снаряды стали рваться над элеватором, поляки высыпали из бараков и заметались в поисках убежища. Артиллеристы гнали их от пушек мотюком и банниками. Когда шестидюймовки грохотали, оглушенные и ослепленные беженцы кидались прочь. Но вот от амбаров побежала новая толпа женщин. Они кричали, не стреляйте, проши пани, не стреляйте, умоляем, не губите несчастных. Со всех сторон они окружили орудия. Странные польские женщины хватались за банник, за колеса пушек, плотно брали под руки, тяжело висели надуревших от грохота артиллеристов, вцеплялись им в бороды, валили на мостовую. Под кофтами у баб были мундиры, под юбками – калифе. «Ребята, это чехи!» – закричал кто-то, и голову ему разнес револьверный выстрел. Одни боролись, другие кинулись бежать. А чехи уже снимали замки с орудий и отступали, отстреливались. И затем, как сквозь землю, ушли в щели между амбарами. Батарея была выведена из строя, пулеметы сбиты. Чехи продолжали наступать, охватывая за Самарскую слободу до самой Волги. Субтитры создавал DimaTorzok